Форум в Государственном медицинском университете ничуть не уступает городскому. Однако называется он «Цифровая трансформация в медицине». Участники обсудили важные вопросы цифрового здравоохранения, а также поговорили, в каком направлении движется регион. На форуме, помимо представителей Рязанского государственного медицинского университета, присутствовали и приглашенные гости. Здесь достаточно широкая палитра спикеров от тех коллег, кто занимается системой поддержки и принятия решений, развития системы медицинской информатизации, просто медицинской информационной системы. И есть даже производители роботов, симуляторов российской локализации, Рязанской областной локализации, которые будут рассказывать, для чего это в подготовке врача. Участники форума надеются, что смогут найти путь внедрения технологических новинок в быт медицинских работников. Время диктует свои условия, и инновации проникают в мир быстрее, чем за ними можно уследить. По словам ректора Рязанского медицинского университета, Рязань от других регионов не отстает. Однако сейчас город должен сделать рывок вперед. Основная цель медиафорума – это передача опыта. Например, здесь присутствовали компании, которые занимаются дистанционным консультированием в онкоморфологии. Единственный производитель медицинских симуляторов. Подобных фирм во всем мире единицы. На цифровом форуме представили целую палитру инноваций в медицине. Как заявил Роман Калинин, это не всероссийский, а мировой опыт. Решение провести форум в стенах медицинского университета не случайно. Именно здесь используют передовые технологии для обучения студентов. Поэтому рязанцам есть, что рассказать гостям. Мы можем поделиться, например, тем же самым опытом. Мы не первый год работаем с точки зрения симуляционного обучения. Из компании «Геотармед», например, у нас есть совместные проекты по разработке симуляторов. Мы их не собираем ни отверточным, ни конвейерным способом. Но мы предлагаем, что можно сделать, что актуально и что нужно. И с точки зрения библиотечных информационных систем, то же самое цифру в образовании. Поэтому мы, в принципе, не вдалеке. И у нас есть свои медицинские информационные системы, которые нарабатывались, внедрялись. Это было не всегда просто, не всегда легко. Но я уверен, что здесь мы можем посмотреть. Что самое интересное, форум интерактивный. То есть любой из присутствующих может задать вопрос спикерам. Однако гости со своими вопросами не торопились, внимательно прислушиваясь к тому, что говорят спикеры. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город».